День за днём Истеляющие звуки Концерт медико-санитарной части Десногорска Друзья вокруг, ребятишек в целый круг Рядом с ними мамы, папы Папы бросили диваны, мамы бросили кастрюли Все хотят соревноваться, пошутить и посмеяться Будь здоров! В Десногорске состоялся спортивный праздник для малышей и взрослых Мы всегда желаем друг другу здоровья, уже произнося слово «Здравствуйте» А в читальном зале библиотеки для вас открыта книжная выставка-профилактика Ваш организм расскажет о себе Чего организму не хватает? Ответы в библиотеке Переходим к темам выпуска 4 апреля в Десногорске произошел пожар Возгорание произошло в 9-м общежитии в 1-м микрорайоне Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в 4.38 утра На место вызова оперативно выехали пожарно-спасательные службы 1-й и 15-й части Пожар был оперативно потушен В результате происшествия выгорела комната на 9-м этаже Было эвакуировано 32 человека, в том числе ребенок 2013 года рождения Подробности случившегося и материальный ущерб устанавливаются Выставка достижений Смоленской области открылась в Государственной думе в Москве Мероприятие проходит под названием «Регион больших возможностей. Инвестиционно-производственный потенциал Смоленской области» Возглавляет делегацию губернатор области Алексей Островский Товары и услуги области представлены большим количеством местных предприятий Всего их более 40 Показана продукция, начиная от кондитерских изделий, консервов и мясных полуфабрикатов До минеральных удобрений, мотоблоков и снегоуборщиков Выставка призвана продемонстрировать инвестиционную привлекательность региона При этом, по мнению Агентства стратегических инициатив, Смоленская область Вошла в пятерку лучших регионов страны по развитию малого и среднего предпринимательства В штаб-квартире десногорских волонтеров прошло очередное собрание Ребята узнавали, как правильно перенастроить телевизионное оборудование И подключиться к новому формату телевещания Зачем они это делали, узнаем в сюжете Переход на новый формат телевещания в стране в самом разгаре В Смоленской области этот процесс завершится 3 июня 2019 года Но что именно надо делать, чтобы не остаться без телесигнала, понятно не всем 3 марта десногорским волонтерам провели обучающий семинар о том, как правильно настраивать телевизоры Именно эти ребята будут приходить на помощь жителям Десногорска, которые запутались в предстоящих нововведениях Если у жителей возникнут какие-то трудности, вопросы по переходу, мы всегда готовы помочь Наши волонтеры придут и объяснят, как настроить вот это оборудование Приобретение оборудования, которое необходимо, осуществляется с самими жителями При этом установка оборудования на крышах или проведение монтажных работ в обязанности волонтеров не входит Ребята помогут только подключить приставку или домашнюю антенну в квартире и настроить ТВ-сигнал Для этого жителям нужно звонить на горячую линию Смоленской области 8-42-12-20-58-88 Напоминаем, что для монетов кабельной сети Десна ТВ все остается как раньше Докупать новое оборудование и производить настройки не требуется Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ Проблемы пластиковой посуды требуют решения как в мире, так и в России Согласно исследованиям, ежегодно в воду Мирового океана попадает около 8 миллионов тонн пластикового мусора А в воду на территории Европы около 150 тонн Пластмасса не разлагается, и поэтому это создает угрозу жизни для морских обитателей Конкретные шаги в решении этой ситуации предприняли 27 марта в Европарламенте Там был одобрен доклад, в котором предлагается запретить производство десятка видов изделий из пластмассы к 2021 году При этом премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что России также необходимо рассмотреть вопрос об отказе от пластиковой посуды По мнению политика, такая инициатива должна быть разработана в ближайшее время и закреплена на законодательном уровне В лечении хороши все методы Это понимают и в медсанчасти номер 135 города Десногорска Там прошел концерт «Истеляющие звуки музыки» Удалось ли добиться улучшения состоянием присутствующих? Смотрите в сюжете Музыканты – негласные коллеги работников медицинских учреждений Процесс обучения музыке чем-то похож на работу доктора Здесь также требуется старание, умение и бесконечная практика И тогда результат будет радовать не только исполнителя, но и окружающих Плодами своих трудов решили поделиться воспитанники Десногорска музыкальной школы имени Глинки Юные мастера уверенно владели балалайкой, домрой, гитарой, фортепиано и скрипкой А программа была подобрана согласно событию Она выбиралась с пониманием тематики, с искренним пониманием того, что наши профессии, медицина и музыка связаны Концерт проводится уже не в первый раз Среди благодарных зрителей были как пациенты, так и сотрудники медицинского учреждения Концерт посвящен весне, пробуждению, весна, пробуждение, здоровье Это как бы все уже созвучно Пусть музыка не способна спасать человеческие жизни, но доставить минуты удовольствия и счастья ей абсолютно по силам Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ Рейтинг городов страны с лучшими дорогами подготовил финансовый университет при правительстве России В ходе проведенных социологических опросов с конца 2018 до весны 2019 года Респондентам предлагалось ответить на три вопроса О состоянии дорог, работе общественного транспорта и работе сотрудников госавтоинспекции В итоге выяснилось, лучшими стали Грозный, Казань, Череповец и Тюмень Смоленск также оказался в рейтинге, но пока на 50-м месте При этом, например, соседний Брянск занял 73-е место в таблице Всего же в список попали 78 городов Российской Федерации 3 апреля в детской юношеской спортивной школе провели спортивный праздник для ребят Под лозунгом «Будь здоров» соревновались и разминались ловкие малыши и смелые родители На соревнованиях побывала и наша съемочная группа Подробности в сюжете В масштабах проекта «Единая команда за здоровый образ жизни» и проекта «Динамо Росэнергоатом» Планета баскетбола «Оранжевый атом» для малышей организовали дружеские соревнования В честь Международного дня здоровья в спортивном зале ФОК Десна Собрались ученики 1-го Б-класса 3-й школы И ребята из старших групп детского сада «Весная сказка» Поддержать маленьких спортсменов и получить свою порцию здоровья Пришли их родители и почетные гости Сегодня мы приветствуем команды участников соревнований «Будь здоров» Команды, конечно же, сильной дружбой И что их объединяет, это, наверное, стремление к победе Искренне желаю всем вам честной игры и заслуженной победы Развлекал участников спортивного праздника специальный гость Низнайка Он подбадривал и веселил участников эстафет Все конкурсы были веселыми и увлекательными А начались соревнования с дружной зарядки По команде «Марш» разделившиеся на пары малыши стартовали вперед Не уронить подушку, которой прижимались ребята щекой, было непросто Но все пары справились с заданием блестяще Особенно порадовали родители Вместе с детьми они играли в семейный баскетбол Собирали витаминную корзинку И все вместе занимались веселым закаливанием Вот сегодняшнее мероприятие, оно и показывает Как вместе с родителями наши дети занимаются спортом Родители очень любят приходить сюда На праздники ребята не только бегали, прыгали и качали пресс Но и разгадывали веселые загадки о здоровом образе жизни Все юные участники спортивных соревнований Получили грамоты, медали и сладкие подарки Родители тоже праздником остались довольны Впечатление обалденное Команда интересная, было здорово, детям было весело Поэтому это сплочает, такие вещи нужно организовывать почаще Чтобы дети занимались спортом, пропагандировали для себя спорт Понимали, что спорт это хорошо и положительно Завершился оздоровительный марафон Общим фото участников на память Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснатовая Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в стране в шестой раз Готовиться к ней начали в Смоленской области Принести фотографию защитников Родины и тем самым почтить память героев Могут все желающие В областной библиотеке имени Твардовского в Смоленске Фотографии подретушируют и обрежут Сделав их более яркими и подходящими для размещения на штендере Прием фотографий продлится до 26 апреля А уже 9 мая все участники «Бессмертного полка» в Смоленске Пройдут памятным маршем по площади Ленина В прошлом, в 2018 году, к шествию присоединились свыше 60 тысяч жителей региона И с каждым годом их становится все больше 7 марта страна отмечает Международный день здоровья Как сохранить и приумножить свое богатство На что налегать в еде, а от чего лучше отказаться Уже давно написано в книгах Выбрать правильную помогут на выставке в Центральной библиотеке Десногорска Мы есть то, что мы едим Говорил в давние времена Гиппократ Пища, которую мы употребляем, влияет не только на утоление голода Но и на здоровье в целом Бывало ли у вас такое, что безумно хочется сладкого или мучного Орехов, морепродуктов Почему это происходит? Дело в том, что ваш мозг посылает сигнал Что ему не хватает того или иного вещества И чем это грозит? Например, при нехватке железа изменяется цвет кожи Нарушается структура волос Развиваются депрессии и стресс При недостатке в организме фосфора Появляются слабость, сонливость, головные боли Разумеется, в библиотеке не выпишут рецепт от болезни Но обязательно подскажут, какую литературу следует прочитать Обратите ваше внимание на справочник «Культура питания» Познавательная книга «Дроздовый. Физиология питания» А характеристика книги «Погожевый» заключается уже в ее названии «Здоровое питание. Путь к долголетию» В литературе, представленной на выставке, написаны забытые секреты лекарей Лучшие рецепты народной медицины, информация о лекарственных растениях Много рецептов народной медицины содержится в журнале «Предупреждение» Человек сам творит своего здоровья И владеть достоверной информацией о тонкостях организма будет полезно каждому Ведь библиотека и информация являются одним целым Будьте здоровы и чаще заглядывайте в библиотеку И о погоде 5 апреля в Десногорске будет облачно, днем плюс восемь, ночью около нуля На этом наш выпуск завершен Смотрите наш телеканал, а также не забывайте про наш сайт С вами был Олег Соловьев, до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok